Войскам 4-го Украинского фронта не удалось прорвать оборону противника под Севастополем и в этот день, несмотря на мужество и героизм советских воинов. Обеспечение войск боеприпасами и горючим было связано с большими трудностями, так как фронтовые и армейские склады находились еще за Севашомой в районе Керчи. Под Севастополь требовалось стянуть всю артиллерию фронта. Плотность ее должна была достигнуть 300 орудий на 1 км фронта. К месту боевых действий предстояло подтянуть оставшиеся в резерве армии три стрелковых корпуса. Командование фронтом получило разведданные о том, что 24 апреля в Севастополь пришел приказ Садольфа Гитлера об удержании крепости Севастополь во что бы то ни стало, а эвакуацию прекратить. Было решено вывозить только раненых, в конец деморализованные румынские войска и часть населения. Началась спешная переброска в Севастополь морским и воздушным транспортом нового пополнения для 17-й немецкой армии. 25 апреля командующий военно-морскими силами Германии на Черном море вице-адмирал Гельмут Гринкман и начальник военно-морского района Крыма контр-адмирал Отто Шульц доложили фюреру о перевозках в Крым. Они заверили, что морские силы в состоянии ежедневно доставлять в Севастополь 6-7 тысяч тонн грузов. Насильственный вывоз советских людей из Севастополя германское командование использовало для прикрытия, рассчитывая на то, что наши летчики не будут уничтожать суда со своими согражданами. Обычно в трюм грузились солдаты и техника, а на палубы наши женщины и дети. Их предупреждали, чтобы они при появлении советских самолетов выбрасывали белые простыни и поднимали вверх детей. В ночь на 26 апреля массированный налет 207 бомбардировщиков Ил-4, Б-25 и А-25 совершила авиация дальнего действия, сбрасывая 500-килограммовые бомбы на узлы обороны Микензиевых гор, корабли и суда в бухтах, железнодорожный узел, передний край обороны гитлеровцев. Редактор субтитров А.Семкин